В этом доме Погорького 28 в маленьком офисе работает, пожалуй, единственный в Петрозаводске Нобелевский лауреат. Ее зовут Валентина Вонти. Она председатель организации Общества солдатских матерей. В числе прочих россиянок она получила эту награду в 96-м году за помощь в приостановке Первой Чеченской войны. Наша карельская организация старейшая в России. С 89-го года Валентина Алексеевна занимается проблемами призывников. Сейчас телефон в новой конторе разрывается. Начался очередной осенний призыв. Сегодня ребята в республике Карелии служить не будут. Нет войсковых частей. Остались у нас только погранцы и противовоздушная оборона. Наших ребят пошлют на север, в Ленинградскую область. И это в лучшем случае. В худшем в горячие точки. Валентина Вонти, как настоящая мать солдатская, готова прийти на помощь всем, кто не хочет пополнять армейские ряды. Закона об альтернативной службе пока нет. Но тот, кто хочет пройти ее на гражданке, должен в первую очередь не косить армию, а явиться на призывной пункт. Прежде чем писать заявление на гражданскую службу, надо пройти медицинское свидетельствование. Тогда только этот вопрос решать, альтернативно ли какой-то службе. Ни один человек в России пока не проходит службу на гражданке. Но если призывник докажет, что не может держать в руках оружие, его обязаны оставить в покое. Пока будет он не призван, не призван в армию. Если он докажет свое вероисповедание, еще раз говорю, или другую миссию свою. И это будет до тех пор он не призван, пока ему не выделят место, где он будет отработать. Я еще пока не принят, будет закон. Так что призывник проходит медкомиссию, потом идет к Валентине Алексеевне за поддержкой, а потом ждет, когда депутаты разрешат ему отдать долг родине не в военной части. Ждет долго с 1994 года, с тех пор, когда впервые Дума заговорила об альтернативке. Продолжение следует...